Как всегда, новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Анна Карачук, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными новостями. Поехали! Традиционно немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 7 метров в секунду. И в продолжение темы. Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца недели. Резкое повышение температуры принесли к нам южные ветра. Сегодня по стране ожидается переменная облачность. В западных районах будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории страны ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха поднимется до 32 градусов. В четверг, 11 июня, будет переменная облачность. Днем преимущественно по западной части страны пройдут дожди. Столбики термометров днем поднимутся до 33 градусов. И такой температурный фон будет превышать климатическую норму в среднем на 7 градусов. В пятницу, 12 июня, местами по стране прогнозируются короткие летние дожди и грозы. Менее жарко не станет, утверждают синоптики. А вот в выходные холодный атмосферный фронт, который идет на центральную Россию, заденет и север Беларуси. Поэтому здесь станет свежее. А по югу страны еще задержится 30-ти градусная жара. В Гомельском областном центре народного творчества начала работу выставка эзотерических картин. Автор экспозиции под названием «Путь к себе. Краски моей души» Галина Олейникова. Художницей создана большая коллекция работ в смешанной технике с использованием различных графических материалов. На выставке будет интересно самому широкому кругу зрителей. Вход свободный. Не упустите возможность прикоснуться к особому изобразительному направлению. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 15.35. В выпусках передачи «Земля» наша творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная, культурная темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг. Сельских учителей, школьников, участников творческих коллективов, перемесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 16.05. Добрый вечер, Гомель! В пятницу 12 июня в эфире «Беларусь-4 Гомель» фильм «Список контактов». Главный герой кинокартины Джонатан не чувствует, что живет. У него нет девушки, нет семьи и друзей. Им движет только карьера. Однажды, засидевшись в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом. Они быстро находят общий язык и оказываются в ночном клубе, где Джонатана знакомят с женщиной, о которой он и не смел мечтать. Так у него появляется все то, чего ему так не хватало. Но вдруг становится понятно, что адвокат далеко не безгрешен, и его вмешательство в судьбу Джонатана не бескорыстно. О том, каким было развитие событий, смотрите на нашем телеканале в пятницу 21.30. Бывший полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством. Он намеревается сброситься с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой. На площади стягиваются наряды специальных подразделений. Собралась толпа зевак. А в это время на месте происшествия прямо под носом у полиции совершается ограбление века. Неизвестные похищают уникальный бриллиант. Смотрите фильм «На грани» в субботу, 13 июня. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 21.55. В воскресенье вечером в нашем эфире можно посмотреть семейную комедию «Месть пушистых». Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта. Он хочет разбить город прямо посреди орегонской пустыни. Покой и красота этих мест нарушаются шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было. На защиту природы встают животные. Пушистые, зубастые, когтистые. И месть их не знает пощады. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье, 14 июня в 18.10. К другим интересным новостям. Разработчики «Телеграм» сообщили о выпуске обновленной версии. Среди изменений можно выделить редактор видеозаписей, анимированная фотография и улучшенные гиф-реакции. Теперь обрабатывать внутри мессенджера можно и видеоролики. Среди функций улучшение качества картинки, регулировка яркости, насыщенности и других параметров. Также добавлена функция размещения анимированных стикеров и текста прямо на роликах и фотографиях. А в панели «Гиф» появится новый раздел. Кстати, некоторые новые функции приложения будут доступны только на устройствах Android. Инстаграм может запретить использовать на других интернет-ресурсах публикации без согласия авторов. Эту меру планируется распространить даже на такую функцию, как использование кода для вставки. Сейчас сервис никого не наделяет авторскими правами на снимки. Но спрашивать у автора разрешение на использование его публикации все равно нужно. Отмечается, что это нововведение станет неожиданностью для тех, кто встраивает чужие изображения без согласия автора. Один мужчина в английском графстве Кент совершил ошибку, о которой сильно пожалел. Он припарковал свой автомобиль слишком близко к воде. Он пытался выгрузить гидроцикл, но сильная волна заставила машину отправиться покорять водные просторы. А владелец бросился в воду, изо всех сил пытаясь вытащить транспорт на берег. На кадрах этой спасательной операции автовладелец отчаянно подбирается к машине в воде. Благо, подоспела помощь и совместными усилиями машину вытащили на сушу. Необычные кадры удалось запечатлеть с дрона недалеко от берегов Калифорнии. На видео попали тунцы, которые решили догнать большую белую акулу, чтобы чесаться о ее плавники. Нескольким тунцам удалось достать до хвоста, но акула никак на это не реагировала. Согласитесь, удивительно, когда добыча сама гонится за хищником. Но морские биологи говорят, что тунцы страдают от паразитов. Они вызывают зуд, поэтому рыбы так стремятся почесаться об акул. В городе Цинциннати в США тоже установилась сильная жара. Это заставило бороться со зноем не только людей, но и домашних животных. И если люди могут спрятаться в домах или комнатах с кондиционерами, то у этой собаки такой возможности нет. Зато есть смекалка. Пес нашел во дворе фонтан с холодной водой, которая идет при нажиме на него. Питомец принялся играть с устройством, что и стало для него хорошим спасением от палящего солнца. В сети появилось еще одно забавное видео с домашним питомцем. На нем маленькая обезьяна сидит в раковине, наполненной пенной водой, и моет посуду. Животное старательно пытается очистить посуду, после чего протирает ее полотенцем. Тоже не менее старательно. Но обезьянка вдруг решает, что полотенце тоже уже требует стирки. И это следующее действие, которое выполняет такая хозяюшка. А вы хотели бы у себя дома иметь такого помощника? Как всегда, новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Анна Корольчук. Хочу пожелать вам такого же летнего настроения, как погода за окном. Редактор субтитров А.Семкин